Добрый вечер! Вы смотрите воскресную информационную программу недели в студии Георгий Плеев и в этом выпуске все главные события республики за эту неделю. Анатолий Бибилов на этой неделе совершил инспекционный объезд по восстанавливающимся домам, которые пострадали в августе 2008-го. Хозяева квартир поделились с главой государства своими впечатлениями и выразили огромную благодарность за благополучное разрешение их жилищной проблемы. Как все было в репортаже Розы Тедеевой. Квартира семьи Кабисовых сгорела в 2008-м году в результате прямого попадания снаряда градом. С тех пор семья ютилась у родственников и лишь спустя 12 лет жилищная проблема была решена. Ремонтные работы начались в мае месяце. Заново отстроили частично разрушенные стены, вставили окна, двери. Сегодня, по словам хозяйки, квартиру не узнать и даже не верится, что они дождались этого дня. Еще две отремонтированные квартиры президента смотрел на проспекте Алана Джоева, 132. Семьи все эти годы жили в частично разрушенных домах. Во время работ строители учитывали пожелания хозяев. Вне проектно-сметных работ была возможность улучшить качество строительных материалов за счет собственных средств. Сотрудник министерства по чрезвычайным ситуациям Зураб Туттоев добивался восстановления своего разрушенного жилья 11 лет. Квартира расположена на пятом этаже. Во время войны снаряд пробил бетонные перекрытия крыши. Многочисленные обращения хозяев долгие годы оставались без ответа. Здесь вообще бетонные перекрытия обвалились и уже не было возможности жить. Куда только мы не обращались. У самого Анатолия Ильича тоже были. Он еще тогда министром по чрезвычайным ситуациям работал. Потом и в парламент к нему ходили. А когда он стал президентом, то обещал, что квартира будет восстановлена. И вот только благодаря его поддержке и вниманию квартира отремонтирована. Из 25 муниципальных квартир администрация города завершила ремонтные работы в 9. Еще 5 квартир планируют сдать на следующей неделе. Остальные, согласно плану администрации, завершат к концу года. На этом, по данным городских властей, завершается восстановление муниципальных квартир, разрушенных в ходе войны 2008 года. Следства на ремонт были выделены из бюджета республики благодаря увеличению собственных доходов. Помимо ремонта квартир администрации города были выделены финансы на благоустройство нескольких придворовых территорий и установку лифтов в многоэтажных домах. Президент Анатолий Бибилов на истекшей неделе встретился с представителем Южной Осетии в Приднестровской Молдавской Республике Виталием Янковским и представителем МИД Республики в странах Бенилюкса Родионом Пухаевым. Во встрече принял участие и министр иностранных дел Дмитрий Медоев. Анатолий Бибилов выразил слова благодарности за работу представителям Южной Осетии в Приднестровской Молдавской Республике и странах Европы. Почетных званий заслуженный тренер Рио на этой неделе были удостоены главный тренер сборной Северной Осетии по вольной борьбе Мхета Гозюмов и старший тренер сборной Таймура Скокоев. Добившиеся больших высот в том или ином виде спорта, спортсмены знают, сколько зависит именно от работы тренера. Именно эта усердная работа тренеров была отмечена Анатолием Бибеловым во время награждения. Почетных спортивных званий заслуженный тренер Республики Южная Осетия удостоились главный тренер сборной Северной Осетии по вольной борьбе Мхета Гозюмов и старший тренер сборной Таймура Скокоев. Сегодня они получили награды из рук президента Анатолия Бибилова. Глава государства дал высокую оценку деятельности спортсменов, отметив их весомый вклад в развитие спорта в обеих частях Осетии. Бибилов поблагодарил тренеров за профессионализм в деле воспитания подрастающего поколения. Огромное вам спасибо за тот труд, который вы делаете ежедневно в качестве тренеров, в качестве воспитанников. Я уверен, что вашим подопечным, в том числе и выходцам из Южной Осетии, еще предстоит многое работать. И эта работа в конечном результате, я уверен, будут способствовать высоким результатам на аренах вольной борьбы. И мы будем огордиться теми достижениями, которые, конечно, уже будут у ваших подопечных. Нам было очень приятно получить высокие награды. Мы ценим оказанное доверие, заявили новоиспеченные заслуженные тренеры. Отдаем в работе много сил, теперь поставлены новые цели, впереди большие планы. А сегодняшние награды – это своего рода знак признания нашего труда. Спасибо вам большое, что нас приняли, нашли время. Мы знаем, что вы заняты постоянно на выездах. И большое спасибо, что уделили нам время. В составе сборной Северной Осетии по вольной борьбе тренируются множество спортсменов из Южной Осетии. Они подают большие надежды. По словам тренеров, идет кропотливая работа над тем, чтобы ребята попали в Олимпийскую сборную Российской Федерации. Таймурас Кукоев выходец из ЗАУского района. Многие из его воспитанников являются действующими чемпионами Европы и мира. Таймурас Кукоев не раз заявлял, что гордится тем, что имена ребят из Южной Осетии громко звучат на различных спортивных площадках. После церемонии вручения наград заслуженные тренеры поделились эмоциями. Конечно же, хочу сказать слова благодарности. Мне очень приятно, наверное, вдвойне приятно получить такую заслуженную награду. Подчеркну, почему я сам родился в Джавском районе. И поэтому мне вдвойне приятно. Хочу сказать, что, конечно же, любым спортом заниматься это очень хорошо. Так как мы тренера по вольной борьбе, конечно, вольная борьба воспитывает из мальчиков настоящих мужчин. В свою очередь, Хетак Газюмов отметил, что в Южной Осетии есть талантливые тренеры, которые делают все возможное для больших достижений в спорте. И они, безусловно, на правильном пути. Хотелось бы выразить также благодарность Тамерлану Кочеву за то, что он и в семь тренера. Но я отмечу его, потому что часто вижу его в Кавказе. И приезжает каждый раз, хоть это и трудно, с этими переездами, находит время, силы, финансы, чтобы перевозить ребят. Это очень важно. Хотелось бы, чтобы на его примере также действовали все другие тренера. Большое ему спасибо. Большое ему спасибо. Большое ему спасибо. На этой неделе правительство Южной Осетии утвердило проект о социальной защите инвалидов РИО. По словам министра здравоохранения Георгия Точи, основной целью является обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией, а также в соответствии с общепризнанными принципами, нормами международного права. В частности, предусматривает индивидуальные программы реабилитации инвалидов, технические и специальные средства для самообслуживания, передвижения инвалидов, получения ими образования. В финансово-экономическом обосновании представлены компенсации, скажем так, расходов на электроэнергию, услуг связи, жилищно-коммунальные платежи, обеспечение медикаментами, обеспечение инвалидов техническими, средствами реабилитации, в год два раза продовольственными промышленными товарами первой необходимости. Юго-Осетинская делегация во главе с зампредом правительства, министром экономического развития Геннадием Бекоевым приняла участие в международном инвестиционном форуме, проходившем в Донецке. А наша съемочная группа принимала участие не только в официальных мероприятиях форума. Наш корреспондент Стелла Бязров успела познакомиться и с жизнью дружественной республики. Смотрим репортаж. Мы побывали в опасной стратегической зоне в Киевском районе. Дорога ведет в эпицентр военных действий. Аэропорт. Окраина города, а это так называемый Киевский мост. Именно здесь в 2014 году проходили самые ожесточенные бои. Мост взорвали в том же году. Попасть в аэропорт возможно через мост. Он разрушен и по нему невозможно пройти пешком. Прямо за нами находится разрушенное здание аэропорта. Его тоже взорвали в 2014 году. Все, что мы успели снять, это несколько кадров. Затем началась стрельба со стороны украинских силовиков. В этом районе практически пусто. Люди покинули свои дома в 2014 году. Обратно мало кто вернулся. Опасно. Все уезжали отсюда. Мы с матерью тоже уехали в Москву. Все. Больше ничего. Потом уже в 2015 году приехали сюда назад. Но я приехал, мать осталась у сестры. И здесь сами теперь работаем в огороде и все. Это здание известно интернациональной бригадой «Пятнашка», воевавшей в украинской войне на стороне ДНР. Именно в этой бригаде воевали и до сих пор воюют осетинские добровольцы. Нас встретил командир бригады полка особого назначения «Пятнашка» Ахра Авицба. Зайдя в здание, в глаза сразу же попадается доска памяти. Фотографии тех, кто отдал жизнь за независимость ДНР. Среди них легендарный командир «Пятнашки» Олег Мамиев Мамай. Он погиб на боевом посту в 2018. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что между Донбассом и Южной Осетии установлены крепкие дружественные связи. Министр внутренних дел Игорь Наниев на этой неделе рассказал нашей съемочной группе о профилактических мероприятиях, регулярно проводимых сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков. Эти действия, по словам министра, направлены на выявление и пресечение фактов культивирования растений, содержащих наркотические вещества. Правоохранители Южной Осетии раскрыли более половины преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Всего за отчетный период выявлено 19 преступлений, сообщил министр внутренних дел Игорь Наниев, подводя итоги оперативно-служебной деятельности Управления по контролю за оборотом наркотиков. Министр подчеркнул, благодаря оперативной работе Управления по контролю за оборотом наркотиков в Южной Осетии нет таких тяжелых наркотиков, как морфин и метадон. За отчетный период деятельность правоохранителей была направлена на активизацию борьбы с незаконным оборотом наркотических средств. К административной ответственности за незаконное культивирование за 9 месяцев было привлечено 10 человек. Кроме того, двое из этих граждан понесли уголовное наказание за хранение наркотического вещества растительного происхождения, марихуана. Так что в ходе проведенных рейдовых мероприятий в Синварском районе и Ленинградском районе в общей сложности было уничтожено 1500 кустов дикорастущей конопли. Сотрудники управления проводили профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов культивирования растений, содержащих наркотические вещества. Повышенное внимание уделялось и борьбе против распространителей жевательного и сосательного табака. Так, за нарушение закона о запрете ввоза, приобретения, хранения, сбыта и употребления табака снюс и нацвай, а также некурительных смесей к административной ответственности привлечено 12 человек. Максимальное наказание за нарушение данного преступления предусмотрено в отношении одного гражданина. Это административный арест на два месяца, штраф 30 тысяч рублей и штраф 30 тысяч рублей, у которого изъяли 353 пакетиков этого препарата снюс. Также следственным управлением были возбуждены уголовные дела в отношении тех граждан, которые завозили на территорию республики Южная Осетия такие препараты, как лирика, и они также были привлечены к уголовной ответственности. Министр заверил, правоохранители и дальше будут прилагать все усилия, чтобы свести к минимуму употребление, незаконное культивирование и избыт наркотических средств на территории Южной Осетии. При правительстве государства создана межведомственная рабочая группа по формированию в республике системы обязательного социального страхования. Согласно договору между Южной Осетией и Россией о союзничестве интеграции, который был подписан в 2015 году. В республике в течение двух лет должна была быть сформирована система социального страхования, но этого не произошло. Работа начинается сейчас. В рабочую группу входит министр здравоохранения и социального развития Георгий Точиев, министр финансов Азахабалова и директор пенсионного фонда Азат Асоева. Предложения, которые были внесены, они безусловно требуют доработки, чем и будет заниматься в ближайшее время рабочая группа. После формирования принимаемых всеми сторонами заинтересованными положений о создании, дальше будет предполяться в жизнь сама идея. На этой неделе в республику прибыли представители Центра спасательных операций особого риска, лидер МЧС Российской Федерации. Они продолжат работу по механической очистке территории Южной Осетии от взрывоопасных предметов. Совместно с юго-осетинскими коллегами саперы уже приступили к определению мест проведения мероприятий по разминированию и обсуждению объемов работ. Несмотря на то, что четырехгодичная программа по разминированию была завершена, остались участки, которые представляют угрозу для населения республики. Учитывая эту опасность, было принято решение продолжить работы в будущем году. Всегда приятно вас видеть. И тем более по такому поводу, опять, помощь Южной Осетии в вопросе разминирования территории нашей республики. Мы, конечно, очень благодарны МЧС Российской Федерации в этом вопросе, что нам такую помощь оказывает правительство Российской Федерации. И со своей стороны, конечно, мы берем на себя все те обязательства, которые мы всегда брали. Это и уничтожение, и обеспечение транспортом, ну и решение всех насущных проблем, которые будут возникать перед отрядом, который будет здесь проводить работу. Наш коллега Алан Тибилов выиграл грант на реализацию своего проекта по проведению Международного форума блогеров и журналистов. По словам Алан Тибилова, такого рода взаимодействие представителей русского мира и является залогом продуктивного сотрудничества журналистов и блогеров в будущем. Хорошие новости для молодежи Осетии. Наш коллега, автор ведущей ГТРК Ир Алан Тибилов выиграл грант Росмолодежи на проведение Международного форума блогеров и журналистов «Алания-2020». По словам Тибилова, проект предполагает проведение Международного форума в Алании. В нем наряду с осетинской молодежью примут участие молодые журналисты и блогеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Донецка, Луганска, Абхазии и других стран. Основная цель проекта – знакомство и содействие молодых людей, которые каждый в своей стране отстаивает идеи русского мира, противодействовать информационной войне сообща. Мы можем привести в пример Грузию, страна, которая проводит нескончаемые провокации, а грузинские блогеры и их европейские коллеги оправдывают их действия перед мировым сообществом. Мы сделали этот проект. В первую очередь мы хотели на самом деле отплатить добром на то добро, которое сделала для нас республика наша. Мы хотели сделать это для молодежи в первую очередь, чтобы они развивались. Теперь в чем суть? Что важно? Журналисты и блогеры, которые поддерживают идею русского мира, мы хотим, чтобы они сконсолидировались, познакомились здесь вместе, совместно сделали проекты. И самое главное – поддерживали друг друга в информационных войнах. Вот, например, в Донецке происходит информационная война, Украина и Европа здесь провокации происходят. И если мы будем поддерживать друг друга, то есть доносить совместно правду, которая есть в наших маленьких республиках, то у нас все получится. То же самое и с Москвой ребята нам помогут, и тогда у нас совместно все получится. Сумма гранта составила 900 тысяч рублей. Они пойдут на организацию проведения форума. Этой суммы не хватит на полную организацию недельного мероприятия с сотнями участников. Поэтому команда проекта рассчитывает реализовать его в сотрудничестве с Комитетом по делам молодежи, спорту и туризму Южной Осетии. Понимание актуальности в молодежке есть, сказал Тибилов. Было приятно, Комитет по делам молодежи нас поддержал, и мы, конечно же, рассчитываем на их помощь и понимание. Не все так просто. Есть детали, связанные с отчетностью. Выиграли, но там есть какие-то моменты, связанные с отчетностью. Это конкретно рассказывать не буду, но есть понимание и у Федерального агентства России Росмолодежь. И я думаю, мы найдем общие знаменатели и уже совместно тоже реализуем этот проект. Я надеюсь, что все пройдет хорошо и все останутся довольны, особенно наша молодежь. Мы все надеемся, что форум «Алания-2020» состоится, и подобного рода мероприятия станут хорошим подспорьем для дальнейшего развития международных связей. Воспитанники интернатов из Южной Осетии имели на этой неделе возможность посмотреть фееричное цирковое шоу во Владикавказе. Непредаваемые позитивные эмоции ребят – это и есть главная благодарность организаторам незабываемого досуга. Московский цирк на воде держал юных зрителей в восторженных чувствах. Поездку в цирк во Владикавказ детям подарил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Президент Анатолий Бибилов регулярно оказывает помощь детям из школ-интернатов. Вот и на сей раз их привезли во Владикавказ в цирк. Подобные акции мы проводим часто. Дети из школ-интернатов Южной Осетии и Ленингорского детского дома попали в волшебный мир сказки. Сложные цирковые номера и веселые клоуны радовали детей два с половиной часа. Сочетание точного актерского мастерства, безупречной техники и профессиональной акробатики удивляли и радовали ребят. Некоторые из этих детей ни разу не были в цирке. Их не водили на представления родители. Они никогда не смеялись над шутками веселых клоунов. Не замирали от восхищения, глядя на пируэты гимнастов и дрессированных животных. Ребята погрузились в мир трюков и невероятного мастерства акробатов. Мне очень понравился цирк. Я впервые побывала на таком красочном мероприятии. Видела разных артистов в необычных костюмах, веселых клоунов, большого питона и дрессированных кошек. Мне очень понравилось. Я впервые побывала на цирке. Мне очень понравилось. Там была большая змея, морской лев, смешной клоун был. А еще? Ну, очень смешно. Что тебе больше всего понравилось? Акробат. Для наших детей сегодняшнее мероприятие – это большой праздник, который нам подарил президент Анатолий Бибилов. За это мы ему благодарны. Много позитивных эмоций. Поездка была хорошо организована. Всю дорогу нас сопровождали сотрудники ГАИ. Автобусы тоже комфортабельные. Детей в дороге покормили. Мы не испытали никаких неудобств. Ребята громко аплодировали смешным клоуном. Представление длилось более двух часов, но школьники не уставали. А с восхищением смотрели на больших питонов, плавающих в воде, и морских львов, покорно выполняющих команды цирковых артистов. Игорь Гоглоев, певец из Южной Осетии под псевдонимом Идарчик, с каждым днем упрочняет свои позиции на Северокавказской эстраде. Сейчас Игорь принимает участие в вокальном конкурсе «Суперзвезда» в Чеченской республике. Он находится в команде народного артиста Феликса Царикати. Наставник решил поработать с Идарчиком и в третьем туре. Юго-Остинский исполнитель Игорь Гоглоев Идарчик прошел в третий тур вокального телепроекта «Суперзвезда» на ГТРК «Грозный». На протяжении многих недель Осетия болеет за своего соотечественника. С нетерпением ждали результатов второго тура и, как оказалось, не зря. После блистательного выступления наставник в очередной раз дал возможность Идару проявить себя, раскрыть всесторонне свой талант. Игорь в основном исполняет песни в восточном стиле, но сейчас он опробовал новый жанр. Совместно с Авласовой Анастасией дуэтом исполнили оперную песню. Меня переделывали, ломали, чтобы я спел уже в другом абсолютно стиле, не в своей манере. Но это, с одной стороны, хороший опыт. Хочу сказать своему народу и всем людям, которые меня поддерживают, огромное вам спасибо, ГТЛК, и вам отдельная благодарность за поддержку ИДАТРОЗНЫ. Наставники отметили работу Феликса Царикати, который не прогадал в выборе композиции и грамотно подобрал голоса исполнителей, в результате чего получился полноценный дуэт. Мне очень нравится двухголосие Феликса. Хочу комплимент сделать наставнику. Очень грамотное, красивое, необычное, неординарное двухголосие. Мне очень нравится. Ребята справляются хорошо, слышат хорошая интонация у ребят. Мне старались друг друга перекричать. Все было очень динамично. Друг друга слышали. Улыбка Игоря в начале номера. В принципе, я сделал этот номер изначально успешным. Потрясающий слух, высокий уровень исполнительного мастерства, актерские способности, разнообразие песен. Все это участники демонстрировали на сцене. Отметим, что ограничений в выборе жанра песен нет. На протяжении двух недель участники упорно готовятся к каждому выходу на большую сцену. Подготовка требует с них ежедневного труда. Певцы с наставниками проводят за репетиции все свое время. В завершение отчетного концерта наставникам пришлось попрощаться с восьми участниками. Сейчас в командах у наставников осталось по шесть человек. С приближением финала напряжение растет, страсти накаляются. Наставникам все тяжелее прощаться с подопечными. Но главный приз телепроекта этого стоит. Победителя ждет денежное вознаграждение в размере одного миллиона рублей. И, конечно же, слава. Атмосфера на проекте прекрасная. Мы стружились. И правда, каждый раз, когда кто-то не проходит дальше, бывает обидно за ребят. Но, несмотря на это, они все равно приходят на следующие отчетные концерты и поддерживают нас. Проект организован с целью выявления талантливой молодежи. Однако, основная цель организаторов – сплотить молодежь Северо-Кавказского федерального округа, что им и удалось. В ходе проекта ребята лучше узнают друг друга, рассказывают о своем крае, о культуре, менталитете и традициях. И сегодня завершился международный турнир по плаванию, который проходил в Скинвальском спорткомплексе «Олимп». О результатах состязаний юных пловцов в материале Алена Уттайвой. Всего в межрегиональном турнире по плаванию принимают участие 180 спортсменов из Южной и Северной Осетии, Пятигорска, Карачаева, Черкесии, Кабардино-Балкарии, Буденовска. Нашу республику представляют 65 спортсменов. Уже подведены итоги индивидуальной дистанции по плаванию. В программу включены заплывы на дистанциях 50 и 100 метров. Более старшие участники должны преодолеть две дистанции – по 100 и 200 метров. Мы хотим расширить географию, мы планируем эти соревнования сделать ежегодными. Нас поддерживает компания «Медвейв», всемирно известный производитель плавательной экипировки. Хочется, конечно, отметить доброжелательную атмосферу. В принципе, мы индивидуальные дистанции подводили. У нас командное первенство было в эстапетном плавании вчера. И еще у нас сегодня эстапетное плавание и завершение подсчет командного первенства. Команда Южной Осетии на втором месте. Она уступает только участникам из Пятигорска. Они приехали в количестве 10 человек и показывают хороший результат. Участники отметили хорошую организацию спортивного мероприятия и изъявили желание приехать еще раз. Соревнования нам очень нравятся. Мы здесь впервые. В общем, мы очень довольны. Детям нравится, детям в восторге. Есть первые места. В эстафете мы заняли вчера второе место. Ну вот надеемся, что сегодня тоже что-нибудь займем. Эти соревнования нам очень нравятся. Мы самые первые открыватели были еще полтора года назад. И ребята, воодушевленные таким гостеприимным приемом, уже старшие мои ребята, они передали эстафету младшим. Приехали за медалями, за грамотами. У вас очень красивый наградной материал. Нашим детям очень нравится. Вот мы, например, по первому дню наша команда города Невиномыска заняла по возрастной группе 2007-2008 первое место. О чем мы не сказали, рады. Сегодня надеемся тоже получить много призовых мест. И надеемся, ну вот с таким настроением хорошим, которое у нас второй день проходит, уехать себе на родину. Многие из ребят не первый раз в Южной Осетии. Всегда с радостью приезжают и участвуют в соревнованиях. Каждый участник старается принести медаль для своей команды. Я, получается, второй раз принимаю участие. Я был в Волограде и сейчас я приехал в Южную Осетию. Мне понравилась, получается, река. Она очень чистая. Мне понравилось, когда мы ехали в автобусе. У вас очень, получается, красивые горы. Я хочу победить, получается, и я хочу победить на эстафете. Мы будем плыть с моим коллективом на эстафете. И я хочу, чтобы мы заняли хотя бы второе или третье место. Мне тут очень нравится. Тут хорошие горы и хороший бассейн. Я хочу занять первое место. Межрегиональный турнир по плаванию завершится уже сегодня. В планах руководства Федерации плавания сделать соревнования ежегодными. Алена Уттайва, Азиз Багаев, Зарима Арсоева. Специально для программы «Неделя». На этом наш выпуск завершен. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин